Подвели итоги первого детского фестиваля искусств. Лауреаты выступили на галоконцерте, который провели во Дворце культуры. С финалистами познакомился Богдан Колесников. Концертную программу открыл Оркестр русских народных инструментов под управлением Валерия Калинина. На конкурс, который проходил с 1 апреля, было подано более 200 заявок. Воспитанники детских школ искусств, музыкальных и художественных школ округа соревновались в 13 номинациях. Для юной пианистки Дарьи Киселевой это не первое публичное выступление. Но каждый выход на сцену для лауреатов всероссийских и международных конкурсов всегда волнителен. Честно говоря, для меня это огромный стимул, так как жюри меня оценили по достоинству. То есть я занимала лауреат первой степени и этому я очень рада. Своё мастерство представили и юные живописцы. Софья Борисова учится в Люберецкой художественной школе два года. Сегодня она тоже среди лауреатов. Я очень долго переживала, прям боялась. Хотела, чтобы у меня было второе-первое место. Ну, очень сильно переживала. Надеялась, что займу какой-нибудь. Мне очень нравится этот ДК. Я очень им вдохновилась. В зале Дворца культуры – аншлаг. Финалистов поддерживают друзья, родители и педагоги. Сегодня выступают ученики нашей школы. Я, конечно, хочу им пожелать успешного выступления. Обладателем Гран-при фестиваля стал ученик детской школы искусств имени Леонида Ковлера Валентин Лапшин. Я не понимаю, что я выиграла еще. Все конкурсанты были достойны. И то, что я первая, это для меня большая честь. Многие из них очень талантливые и выступают в других округах и в других регионах нашей страны. Интерес был такой, чтобы показать их городу. Первый детский фестиваль искусств прошел в рамках празднования 400-летия Люберец. Лучший из лучших выступит на главной сцене 2 сентября. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал НРТ.